всем привет спасибо что вы забежали ко мне в гости мы вчера приготовили замечательный штрудель из вытяжного теста с грушами а сегодня я хотела вам показать мясной с фаршем замес теста я уже не буду показывать я вам оставлю ссылочку под видео все очень просто соединяем муку соль растительное масло и воду замешиваем даем 40 минут полежать а сейчас мы с вами приготовим ароматную начинку лук обжариваем добавляем фарш и все хорошо обжариваем добавляем специи я добавлю сегодня два вида перца сушеный чеснок чтобы наш штрудь бы был очень ароматный обязательно соль можете добавить паприку я немного добавлю добавляем пару столовых ложек кетчупа он придаст и цвет и вкус нашему штруделю и все хорошо обжариваем наша начинка готова позовите как она красивая смотрите видите у нас много жидкости ни в коем случае не выливаем вы сейчас увидите что как я это все делаю теперь охлаждаем я пока накрою крышечкой пока мы с вами займем всем тестом тесто я уже замесила чтобы вас не отвлекать такое же как вчера и делаем то же самое начинаем растягивать наше тесто посмотрите видео штрудель с грушей также как вчера мы аккуратно с вами стараемся не порвать растягиваем тесто это тесто у меня полежала ночь я хотела вам показать я замесила его вчера и сегодня посетите как она красивая она вылежалась очень хорошо тянется эти какое красивое посетить какое у нас тесто красивая но я не об этом видите у нас начинка и сколько у нас ароматной жидкости все охлаждаем и мы будем тесто смазывать не сливочным маслом а вот этой ароматной соусом я бы даже сказала все охлаждаем посмотрите какое у нас тесто как она прекрасно растянулась а еще немного видите уже можно читать смазываем наше тесто посетить как у нас ароматный соус тесто очень тонкая поэтому очень осторожно вот так у нас красиво сухари все-таки мясо у нас тоже влажное чтобы она вот так распределяем нашу мясную начинку еще совсем столовую ложку сухарей и все это сворачиваем при помощи полотенца или скатерти как у нас очень аккуратно тесто очень тоненькое посмотрите она же светится как это легко делать при помощи скатерти так сейчас я подтяну хорошо закрываем перекладываем на противень застеленной пергаментной бумагой сегодня вот так у меня получилось свернуть что тесто очень тонкая смазываем 180 градусов духовку не забываем сделать проколы сверху только аккуратно можно шпажкой так все и в духовку посмотрите какой у нас красивый просто нереальный сейчас мы с вами его отрежем конечно очень горячий но попробуем отрезать смотрите какая-то красота много фарша какое у нас тесто очень сочный рулет посмотрите сколько в нем сока но очень горячий рецепт под видео не забывайте подписываться на мой канал красавец хочу вам поближе показать она падает насколько сочная начинка а